Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Проблема заключается в следующем. С детства никогда не слышал от родителей фразы «я люблю тебя», хотя я прекрасно знаю, что любят всё делали и делают для детей их чувства. За 20 лет своей жизни я не помню, чтоб хоть раз говорила им «я тебя люблю». Со временем стало понимать, что такая же история складывается и с молодым человеком. Написать «могу сказать мне о ком в горле». Что это такое, почему так происходит и как решить проблему с возрастом? Понимаю, что родители самое ценное, что у нас есть. Сказать им об этом просто не могу. Ну, во-первых, ком в горле – это про обиды. То есть, если вы чувствуете ком в горле, то вам обидно. Это подавленная обида. Вот. Ещё я не очень уверен, но кажется, что у вас как будто бы есть либо чувство вины перед ними зато, что вы не говорите им слова любви. Или страх потерять их. То есть вот что-то вот такое имеет место быть. Если это так, то это отдельная история, с этим нужно отдельно работать. Дальше. Так. Равно как и с обидами. То есть это вопрос уже индивидуальной работы с вами. Что касается того, что вы не можете им сказать. Ну, вообще, тут несколько вариантов, да. Это можно вкладывать в свои действия, в те чувства, которые вы испытываете. То есть это первое. И второе – это можно, в принципе, донести своим родителям, да, что вот я хочу сказать, что вот люблю, но не могу. Вот. То есть как-то вот это всё равно выразить. Другой вопрос. Есть ли между вами доверие? То есть если доверие есть, это можно сделать. Если доверия нет, это сделать сложный. Вот. Поэтому тут нужно собрать и разбирать более детали. Да. То есть вы можете, в принципе, как действиями демонстрировать. Вы можете также, в принципе, научиться говорить после того, как вот поработаете с обидами, да, с вашими. Вот. 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 Еще не очень понял, о каких детях идет речь. Ну, то есть вот вы говорите, да, что дети для детей всё делают, для каких детей. Вот. Тут у вас есть другие, то есть братья и сестры, получается, есть у вас. Вот. Вот. Это если есть, то нужно это тоже поисследовать, потому что система взаимодействия между братьями, она несколько отличается. Вот. Вот. Еще интересно, как вы пришли к тому, вот, что забывались о том, что вам не говорили, вы не говорите. То есть как вы обратили на это внимание, весьма, как мне кажется, интересный момент, что-то вас навело на эту мысль, видимо. Было бы неплохо разобрать, что имя, что именно навело. Вот. Мне кажется, что имеет место быть, знаете, некая недосказанность, да, у некоторой недоговоренность. Вместе был, ну, вами и вашими родителями. Это не совсем пролюбовь, пролюбовь, как мне кажется, потому что вы видите, что вас любят. Это именно недосказанность определенная. Вот. И, соответственно, ваши задачи, наверное, просто получат своих родителей узнать, а они вас не пускают. Вот. Ну, это можно сделать, как на смене терапии, например, вы, ваша мама и папа, и вам самой можно тоже с этим поработать. Вы сравниваете себя с другими людьми, потому что другим-то говорят, что вы любите, что их любят, и они говорят, что любят. А вы нет. Из-за этого вы чувствуете себя, ну, не такой какой-то. Вот. Это точно можно решить. Чтобы вы себя перестали сравнивать, да, с другими людьми и больше обращать внимание на свои... Ну, ценности, вот, то, что вам важно, то, что вам интересно, да. Вот. Сейчас я бы всё внимание обратил бы на конкурсы, потому что это, как мне кажется, обида, и, соответственно, в первую очередь с этим нужно работать с обидой. В этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работ у нас с собой. И желаю вам всего самого доброго и удачи.